Всем привет, с вами Прия. Если вы недавно заходили в игру, вы знаете о том, что для всех персонажей до 20 апреля в текущий момент имеется бонус на повышенную экспу на 100%. Собственно, по этой причине можно сидеть, раскачивать своих твинков и можно качать их очень эффективно с 110 до 120 уровня. Каким способом? Путем прохождения вольной гавани в обычном режиме. Что для этого нужно? Один какой-нибудь хорошо одетый персонаж, например я, ну и тот человек, который желает прокачаться. В моем случае это Demon Hunter, который натанцовывает своими ножками. Фамильки имеются у этого Demon Hunter, ну все кроме кольца. То есть ножки 10%, нагрудник еще 10%, суммарно 20%, спина 25%, плечо 35% и голова. Суммарно плюс 45% получаемого опыта. А также настой 10 краев, который можно купить за военные медальки 7 легиона и получаемый опыт будет увеличен на 10%. То есть еще больше опыта. Начнем за пулы данного трэша. Собственно, некоторые мапсы тут являются неприятными, вешают минус от хилл, но в моем этом левеле и при условии того, что Unholy DK имеет огромное количество АОЕ, можно сделать все и так идеально. Талант один изменю, возьму наверное Эпидемию, она тут будет играть реально получше. Фагантик, Эпидемия, собственно Эпидемия это замечательный талант, который позволит мне АОЕшать еще больше и при этом я увеличу темп всех запулов абсолютно, смогу пулить больше, смогу АОЕшать быстрее и все в целом будет идеально. Собственно, сюда дотку кину, сюда дотку кину, сейх нажму, войско нажму, лужу нажму, бурсты нажму, куда-то язвы накидаю, что-то сделаю и мобы уже сами начинают потихонечку гнить. Это идеально. Это Эпидемия, сейчас они очень сильно будут гнить. Если у вас есть характеры различные по типу, ой как они называются, там Эхо Бездны, Сумеречное Разрушение, то у вас вообще все идеально в этом плане должно быть. То есть вы сможете очень легко прокачивать какого-либо персонажика. А что нужно делать этому персонажу, который стоит рядом со мной? Ну, он может немножко помочь, кинуть какие-то станчики, если это хил, он может вас там чуть-чуть подхиливать, чтобы вы не чувствовали себя, скажем так, ну, чтобы вы просто не беспокоились насчет своего ХП, чтобы вы не чувствовали себя подавлено. И в целом все будет хорошо. То есть опять же накидываю дотки и начинаю через Эпидемию просто АОЕшить. В целом таргет дэмэдж мне тут в целом ни к чему. Мобы и так прекрасно умирают, но и я-то тоже прекрасно умираю. Была, конечно, идея спекунцев Блада, но что мне это дает? Мне это дает лишь выживаемость, но темп будет очень медленный. Но зато я буду жить, да, стоит признать. Тут по ХП сейчас все было печально. Окей, следующий был уже ускорен, я надеюсь, смысл ясен. И в самом начале был показан скриншот с опытом этого охотника на демонов. В конце видосика будет показан тот опыт, тот левел, который будет у него уже, ясное дело, к концу подземелья. Сейчас, наверное, 112 с половиной, хотя я могу ошибаться. Субтитры создавал DimaTorzok Мобы просто сами гниют. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и вот мы дошли до последнего босса после всех этих трэш-паков. Что нам остается сделать? Нам остается просто шотнуть его. И после этого мы нажмем на мобца, портимся к началу подземелья и покажу статистику. Будет показан скриншот, какое количество опыта в текущий момент у Demon Hunter. Левел его еще даже не 113, но, наверное, скоро уже будет. Вот, наверное, сейчас нет. Ну окей, проценты будут вам показаны. Нажимаем на него и портимся к началу. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!